АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Чебан идет первая, и Ольга Муратова за ней. Как-то это дело связали с тем, что у меня была в начале этого месяца круглая дата, что на самом деле не имеет значения. Но вообще это замечательный квартет перед вами, он называется «Скай», и он блистал какой-то период, пока Ольга не уехала в Америку. Но вот сейчас она приехала сюда, к сожалению, на несколько дней всего. И эти несколько дней мы стараемся использовать для того, чтобы они уже попели, оттянулись на полную катушку. Я к ним примазался, естественно. И что еще я собирался сказать? Еще я собирался сказать, что вот тут есть один только человек из пяти стоящих перед вами, который выступает часто, чуть не каждый день, Дмитрий Степанович Богданов. Остальные или сидят где-то в американской глубинке, или тихо живут на своих московских квартирах. Я, например, тоже практически не выступаю. Но вот здесь, в Альп Индустрии, в этом году уже мы второй раз. Потому что был еще один в апреле наезд Ольги в Москву. И здорово очень все случилось, что мы к вам сюда пришли уже как бы знакомой дорожкой. Что еще можно сказать? Я хочу сказать, что из пяти присутствующих на сцене четверо окончили биофак МГУ. Пятый примазался. Но примазался настолько крепко, что все думают, что он тоже окончил биофак МГУ. И уже теперь ничего не разобрать. У нас тут очень множественные всякие связи. Например, Ольга и я окончали одну и ту же кафедру. Дмитрий Степанович и я имеем собак от одной и той же мамы. Причем из одного и того же помета. В общем, все настолько слилось, что уже теперь не разъять. Можно только петь. Может, вот есть предложение начать попеть? И начать именно с тех старых биофаковских песен, благодаря которым мы и нас в жизни свела. Это был такой период в середине 50-х годов, когда бушевала на биофаке самодеятельность. Тогда еще не было никакой ни авторской песни, ни бардовской песни. Ничего не было. Были такие, значит, холмы, покрытые хвощом. Ходили динозавры. И между ними биологи, которые сочиняли песни. В основном сочинял мой однокурсник Ген Шангин-Березовский. И здесь будут... Меня обычно заставляли писать для него слова. Порядок комсомольского поручения, совершенно серьезно говорю. Сам бы я добровольно никогда этим делом не узнал. И вот, значит, сейчас прозвучат три песни, в которых именно мы с Шангинем выступаем дружной бригадой. Одну я под горячую руку сам сочинил, даже вместе с музыкой. Да? Можно начать? Можно начать? Я должен сначала повиниться, что я действительно очень много выступаю. И даже приезды Оли в Москву не могут прервать какой-то такой заданности в моей жизни. И я вчера застрял в Киеве. После гастроли «Песни нашего века» самолет не принимали. И мы не репетировали вчера. Хотя планировали. Мы репетировали. Но мы, Дмитрий Богданов, не репетировали. Я только... У нас тут уже много разных вариантов аранжировки возникло по поводу некоторых песен. Трава умыта ливнем и дышится легко, и нет уже в помине тяжелых облаков. И радуга дугою повисла над дождем, и снова мы с тобою, звени город, идем, идем. Трава умыта ливнем и пеночка трещит, и мы с тобою скинем промокшие плащи. Знакомое шоссе отполировано дождем, звени город, звени город, идем. А-а-а-а, старым путем, милым путем, звени город, звени город, идем. Мы здесь когда-то жили веселой гурьбой, и был однажды ливень такой же голубой. Ты помнишь печи наши, укрыв одним пальто, ни слова не сказавши, мы поняли все то, все то. Все то, что в этом месте нам вспомнилось опять, все то, о чем и песня не может рассказать. Все то, что нас с тобою, извини город, родни, все то, что знаем, только мы одни. А-а-а-а, старым путем, милым путем, звени город, звени город, идем. С улыбкой смотрит солнце, и путь не так велик, пускай себе несется порожний грузовик. А мы с тобой охотно шагаем прямиком, и каждый поворот нам давным-давно знаком. Московские привычки развеяла гроза, в обратной электричке летят они назад. А мы по синим лужам зашагаем босиком, нам этот путь давным-давно знаком. А-а-а, старым путем, милым путем, звени город, звени город, идем. А-а-а-а, старым путем, милым путем, звени город, звени город, идем. А-а-а, старым путем, милым путем, звени город, идем. А-а-а, старым путем, милым путем, звени город, идем. Теперь-то мне поют знакомые грозды, А ёлки достают до утренней звезды. Но так же в вечеру река моя дымится, Хоть мы и не поём, хоть медленно вдвоём По мокрому ковру, по пояс медунице Сегодня рядом не идём. По розам-росынкам, по звёздным россынкам, По тёмным просекам вдвоём. В сиреневом дыбу пульвары хороши, Осенний лист домой по скузам орошил. Не знаю, почему я вспомнила про это, И песня не в попа, и память не в попа. Не знаю, почему мне вдруг напомнил лето Шайной осень и стопал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Все-таки споем песню, которую мы уже пели даже недавно на концерте. Может быть, она получится более близко к тексту. Еще лучше. Какая, скажи. Музыка Дмитрия Сахарова. Отчего это лесу не сбиться? Кем дробится с утра тишина? Это все симпатичная птица. В красной шапочке дядя ужел на. Ближе птицу найдешь ты навряд ли. Неспроста он студентами любил. Мы лицами, как сущие тятлы, С позаранок на уху долбим. Как дядю пень, так целый-целый день На уху мы долбим. Он веселый, но знает и дело Чистотою лесной дорожа. Чтобы все и цвело, и блестело, Чтоб деревья не портила ржа. Мы ведь тоже пред ним не пасуем, Древоточцев не терпим, как один. Мы носы свои всюду засунем, И житья червякам не дадим. Наш стыль таков не терпит червяков, Разыщем мы, съедим. По парам, по лесам голосистым, Стук задорный стоит целый день. Это трудится дятел со свистом, Всю петейку надев на петрень. Приложи свое ухо, приятель, Разве тут эта песня не слышно? Это сердце стучит, словно дятел, Биопаковский дятел жил нам. Стучи в груди, буди меня, буди, Буди меня жил нам. Стучи в груди, буди меня, буди, Буди меня жил нам. Ну, опять мозг Кошенгина-Березовского. Невые звезды лежат за спиной, Невые звезды висят над страной, К огню придвинутся сумрак ночной, И нам немного осталось. Лесного чая из кружки хлебнуть, Ночному небу в глаза заглянуть, И не мечтая о крыше иной, Не спеша затянуть. Край сосновый, ау, Вечер, ау, но вы, Дай нам мягче траву, Дай нам покрепче чай. С каждым шагом, ау, Дали зовут снова. Значит, снова, ау, Скажем при балу прощай. И не придумана песня Никель, Мы не носили ее в рюкзаке, Мы зачерпнули ее в рюкзаке, Когда смывали усталость. Озерной сию она рождена, Ее стучит на рассвете желна, Лесной царевной в зеленом венке, Нам досталась она. Край сосновый, ау, Вечер, ау, но вы, Дай нам мягче траву, Дай нам покрепче сны. С каждым шагом, ау, Дали зовут снова. Значит, снова, ау, Ждут нас дороги страны. И мы, и версты, Лежат за спиной, И мы, и звезды, Вися над страной. К огню придвинулся сумрак ночной, И нам немного осталось. Лесного чая из кружки хлебнуть, Ночному небу в глаза заглянуть, И не мечтая о крыше иной, Не спеша затянуть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мы так договорились, Что ребята будут петь такими блоками, А между этими блоками они будут отдыхать, А я буду работать, То есть я буду читать стихи. Так как я всегда не знаю, Какие читать стихи, В последний момент я принимаю Какое-то судорожное решение, Которое обычно не бывает провальным, Потому что, В отличие от других авторов, У меня, например, в книжке Плохих стихов нет, Поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому, что бы я ни прочитал, Все будет замечательно и гениально. АПЛОДИСМЕНТЫ Несколько дней назад Я рылся в старых журналах... Да, случилось у меня такое событие, Которым я должен просто похвалиться. Мне присудили литературную премию Имени Андрея Синявского. Андрей Синявский, я не знаю, Знаете ли вы кто... АПЛОДИСМЕНТЫ Кто такой Дмитрий Сухрев, наверняка знаете, Кто такой Андрей Синявский? Ну, кто знает, пусть расскажет другому. Но получилось так, Что действительно... Ну, вот когда вообще стихи стали появляться, И эти песни? После смерти Сталина в 1953 году Я Севчин Сырьевич, значит, отдал концы. А уже в 1954-м Вот это буйно все у нас на биофаке пошло. Вот, скажем, Звенигр, этот 1954-й год, АУ 1954-й год, А другие песни 1955-й. И стихи у меня стали печататься так чуть-чуть. В университетских сборниках, В журнале «Юность». И вдруг, значит, первым человеком, Который заметил мои стихи И похвалил их в журнале «Новый мир», Был как раз Андрей Донатович Синявский. У него была статья вместе с Меньшуткиным. Довольно знаменитая и скандальная. За поэтическую активность. И там он процитировал одно стихотворение, Которое я хочу прочитать. Но в поисках этой статьи Синявского Я напоролся на другой номер, Журнал «Новый мир» за 1955-й год, В котором песня АУ цитировалась как народная. Там была статья большая о студенческих походах туда-сюда. И песня эта была приведена как без указания автора, Кто чего написал. Народная песня есть. Уже в 1955 году была народная. Представляете, какой я корифей. Значит, процитировал Андрей Донатович Стихотворение, которое было одним из первых. Действительно, у меня опубликовано. И оно было вполне биологическое. Тоже такое. На самом деле, все это происходило После того, как я кончил биофак. Потому что кончил я его Именно в том году, В каком Иосиф Виссарионович Высушил лопаточки. То есть в 1953-м. Он в марте Скончался, А нам в июне дали Дипломы. И началось все это у меня уже В аспиранские годы. Из Шенгены, в общем, Сляли Розной. Вот там всякая наша бурная деятельность. Но я болтаю много. Я прочитаю стихотворение, Которое понравилось Человеку, Лауреатом, Которого я являюсь. Мне бы плыть На медленной байдарке По рассветной Розовой воде, Чтобы всюду были мне Подарки, Чтобы ждали праздники везде, Чтобы птицы ранние свисали, Свистали. Это ведь не я их разбудил, Чтобы ветки мокрые свисали, Чтобы я лицом их разводил. Позабудут выдры, Свои норы, Вылезут ко мне Средь бела дня, Сто кувшинок Хлынут в мои ноздри, Сто пушинок Сядут на меня, Сто мальков мне Пальцы защекочут, Лишь возьму И руку окуну, Я слова Упрячу За щекою, Никого Неловко Не спугну, А когда Вблизи Ударит Рыбина, Ринусь я Глазами Ей во след, И не надо Мне фунтовой Прибыли, У меня И удочек-то Нет, Ни двустволки, Ни ученой Суки, Ни капкана Нет, Ни западни, Снасти Для слепых И для безухих, Ну а мне, На что же мне Они? Есть, конечно, гордыня некоторая В этом стихотворении, А гордыня Это грех, Но тем не менее, Вот еще Из этого же Периода Стихотворения Я прочитаю Птичий рынок Я очень увлекался Тем, что У меня жили Разные птицы дома На моем курсе Учились два лучших Орнитолога Нашей страны Это Владимир Евгеньевич Флинт, Которого вы могли Видеть по Телевизору Неоднократно Он сейчас Самый знаменитый Профессор Спасает каких-то Журавлей И Рюрик Беме Автор книг О певчих птицах У них у всех Птицы Сотнями жили У меня Так Пять, шесть, семь, восемь Клес, теница Сейчас столько же Стосемьдесят два вида Сейчас живет У Беме дома А поштучно Они не знают Да? Ну вот И вот они Меня тогда увлекли Мы стали ездить На птичий рынок Там и так далее Птичий рынок Люблю я Птичий рынок Там царство Птиц и рыбок Бросите вы догадки Едемте со мной В девять у таганки Каждый выходной Люблю я птичий рынок Но не все подряд В рыбках я не прыток Люблю я птичный ряд Я хожу здесь праздно На душе прекрасно Да чего здесь разно Даже смотрят разно С нежностью Любители Мелодичной твари А ее губители В думах О товаре Дядя Миша Стрелочник Козырек Заломан Продает он Пеночек Да не нам Зеленым Не глядит на деньги Бровь тяжела Лучше-ка студентики Купите вы Щегла А вот мыслитель С тростью Он тут не ради выгод Он говорит со страстью Он излагает вывод Не принимайте душа Не делайте зарядку Лучше просто Слушайте По утрам Зарянку По соседству В ящике Кучей скворцы Аж хрустят Как хрящики Стихшие певцы Я гляжу на ворога Он стоит Мордаст Он не то что Скворушку Он отца Продаст Люблю я Птичий рынок Толкающий Толкующий Законный Поединок Пичуги И Акулищи Разно Здесь Толкуют Всяко Здесь Торгуют Западки Да сети Старички Да дети Ну Попаетесь Тепон